Привет, друзья! Вы смотрите канал Анапчане. С вами Максим и Наталья. Сегодня в Анапе 17 февраля 2020 года. Мы находимся на Пионерском проспекте Анапы, рядом с бывшим пионерским лагерем Юнга, рядом с речкой Можепсин. Сегодняшнее видео мы посвящаем теме защиты анапских песчаных дюн. От посягательств на их разрушение и захламление. В сегодняшнем видео мы расскажем вам, как возникли анапские песчаные дюны и песчаные пляжи, зачем необходимо сохранять песчаные дюны. И также вы узнаете много других интересных фактов. Пойдемте. Посмотрите на эту скульптуру Юнги с корабликом в руках. Эта скульптура еще с советских времен. Время, конечно, уже отразилось на ней. Я смотрю, в чем особенность этой скульптуры в том, что она обшита металлом. Я помню, в детстве родители привозили меня, ну, мы вместе с родителем выезжали сюда и фотографировались на фоне этой скульптуры. Сейчас на месте бывшего пионерского лагеря Юнга строится санаторий, профилакторий Юнга. Начало строительства было еще в 2011 году, но до сих пор строительство вроде бы как бы не закончилось. Уже продолжительное время строительство не ведется. До определенного уровня построили и все. Поэтому можно сказать, что замороженная строителька. Ну да, как-то так. Сегодня в Анапе с самого утра стоит по-весеннему теплая, приятная солнечная погода. Сейчас мы покажем вам речку Можепсин. Здесь такой мостик пешеходный через нее. И вот она идет оттуда, через территорию бывшего пионерского лагеря Юнга. Тетки. И здесь, в этой речке, даже плавают утки. Эта речка, именно вот эта часть, она была проведена в 60-е годы, в прошлого века. Для того, чтобы Можепсин напрямую впадал в море. Не в Лиман, там, не в плавании какие-нибудь, а прямо в море. Так что, это, можно сказать, искусственный канал, который ведет реку в нужном направлении. Вот, посмотрите, реализацию, как через проезжую часть проходит. Но, все-таки, это, тем не менее, все-таки, это речка Можепсин. Мы вам сегодня расскажем о более крупномасштабных изменениях в природном ландшафте. Вот, прошли через арку, которая указывает на то, что здесь есть проход к морю. Первая природоохранная зона. Въезд на территорию пляжа авто, мото, транспорт запрещен, кроме спецтранспорта. Вот, друзья, скажите мне, вы когда-нибудь задумывались, почему половина пляжей курорта Анапа галечно-каменистые, а половина песчаные? Почему бы, например, не всем пляжам Анапы быть песчаными или, наоборот, галечно-каменистыми? С чем связано такое разнообразие? Ответ кроется в том, что знаменитые Анапские песчаные пляжи – это результат работы рек, которые впадали в Черное море. В частности, реки Кубань. И на приближении тысяч и тысяч лет реки выносили в район современного курорта Анапа огромное количество песка. Вот таким образом и образовалось Анапское песчаное побережье. В море много песка, дно песчаное. И только когда ландшафт идет на возвышение, песчаные пляжи прекращаются и начинаются галечные пляжи. Это конкретно происходит в районе начала центральной набережной в Анапе. Здесь много луж, подтоплений. Весь песок на пляже Ханапы, за исключением, пожалуй, центрального пляжа, здесь песок природного происхождения. Природа сама принесла песок на Черноморское побережье в районе Анапы. Причем принесла в таком количестве, что Анапские песчаные пляжи считаются нашим российским достоянием. Нигде в России больше нет такого количества, такой протяженности песчаных пляжей. Однако в конце XIX века русло перекрыли реки Кубань и перенаправили реку Кубань впадать вместо Черного моря в Азовское море. В итоге, чтобы она впадала. И с тех пор, вот уже более 100 лет, поставки песка природные прекратились. И вряд ли возобновятся. Но у нас есть вариант пройти вот так вот по этому самодельному мостику, либо пройти через ту барханистую часть. Для этого нам нужно вернуться. Давай по мостику перейдем. Приходится преодолевать препятствия. Река Можепсин разлилась. Река. Да, река. Кто называет это ручьем? Ну реально, она по-разному выглядит. Потому что нам иногда бывает вообще, наверное, мы там все-таки наберем воды. Наберем воды, да? Вот так вот смотрите, нужно пробираться. Потихоньку. Перебрались через сомнительную конструкцию. Я полагаю, многие из вас знают, что Пионерский проспект получил свое название неспроста. В советские времена здесь было построено множество пионерских лагерей. И, может быть, кто-то из вас или из ваших родственников отдыхал в одном из этих пионерских лагерей Анапы. И уже в советские времена люди при строительстве пионерских лагерей и других объектов непосредственно близости от моря уже озадачились тем, что нужно сохранять песчаные пляжи Анапы от выветривания песка в сторону моря, от размывания пляжей штормами. Потому что уже тогда было понятно, что вмешательство таким строительством в экосистему прибережной полосы Черного моря оно бесследно не пройдет, оно отразится, и нужно укреплять берег. Были укреплены дюны. Многие из дюн, которые мы сейчас видим, многие из высоких барханов, говорят, что они были сделаны такими искусственно. В 50-е, 60-е, 70-е годы 20-го века это было сделано специально. Вот то, что мы сейчас видим, вот эти барханы с деревцами. Дерельца тоже высаживались планомерно для того, чтобы укрепить барханы, укрепить дюны и сохранить ширину песчаных пляжей на прежнем достаточном уровне. Сохранить объем песка в районе песчаных пляжей Анапы. Чтобы песок никуда не выветривался за пределы пляжей. Чтобы он оставался на пляже. Вот для чего предназначены дюны на пляжах Анапы. Если эти дюны уничтожать, как это делается в современных реалиях, начиная с 2010 года, где-то ориентировочно, может быть чуть раньше. Именно тогда, вроде бы, непосредственно прибрежная полоса, пляжная с дюнами, была передана из федерального подчинения в муниципальное подчинение. И тогда, скорее всего, начали эти земли продаваться под то или иное использование. Либо сдаваться в аренду. Ну вот, например, известный случай, параллельно с пансионатом Фея-2. Там дюны разрушаются уже несколько лет. И на месте разрушенных дюн строится гостиница или облагораживается территория пансионата. Ну, то есть территория пансионата расширяется за счет песчаных дюн. В прошлом году мы делали видеорепортаж с тех мест. И в последующем одной из наших форумчанок было выслано письмо в администрацию с просьбой обратить внимание на вот эту ситуацию. И пришел ответ, неожиданно, но пришел официальный ответ, которым нам дали понять, что эти территории, о которых мы говорим, о которых мы болеем, на них разрешено строительство гостиницы. То есть там ведется строительство гостиницы законно. Как бы мы не возмущались, что вот дюны разрушаются, кажется, это вообще вопиющим, да? Ну, вот нормальному человеку кажется это вопиющим, потому что такое достояние нашей страны вот так вот запросто разрушается. А вот оказывается, есть разрешение, можно строить строительство гостиницы. Да, можно сказать, что дюны песчаные – это уникальное достояние федерального уровня, всероссийского. И вот такое к ним отношение. То есть сама администрация курорта нам дает понять, что строительство разрешено. То есть мы в администрацию курорта не можем обращаться с просьбой как-то помочь создать какие-то… Особо охраняемые природные территории. Да, потому что, собственно, с руки администрации курорта и были распроданы какие-то территории, в том числе с песчаными дюнами. Ну да, либо распроданы, либо сданы в аренду. И вот собственники, либо арендаторы, они ведут определенную хозяйственную деятельность, в том числе на территории дюн. За прошедшие десятилетия, наверное, дюн Барханов 20 где-то было разрушено вдоль всего Пеневского проспекта. Ну, значительное разрушение вообще. Люди даже, наверное, не знают, что были Барханы в районе Джиматинского проезда. Там сейчас вообще, ну, их попросту нет. А когда-то там была просто гора, которую нужно было вот так вот подниматься на нее, потом спускаться, чтобы выйти на пляж. Рядом с Феей 2, значительные территории дюн были разрушены. Ну и вот, собственно, мы дошли до того места, где ведется, проводится какая-то движуха на пляже. Вот уже вывезены железобетонные конструкции. Это, судя по всему, делают дорогу для того, чтобы могла проехать определенная тяжелая техника. Да? Похоже на эту. Ну, не знаю, тяжелая, не тяжелая, но проехать, чтобы проехать. Можно просто поближе подойти и посмотреть. Да, мы сейчас вот заберемся, чтобы было более наглядно видно. Ну, в общем... Конечно, я полагаю, что можно попытаться написать соответствующее сообщение в природоохранную прокуратуру. Но мне кажется, что тут нужно действовать более масштабно и передавать вот подобную ситуацию, огласке, чтобы как можно больше людей о ней узнало. Ну, смотрите, получается, у нас прямо на песчаных пляжах устилается железобетонными конструкциями. Ну, я думаю, это прямо под постройку какую-то. Так называемый фундамент. Это в скольки метрах от моря? В двадцати метрах? Собственно, от берега моря. В метрах двадцати от воды. Как вам такое? Ты удивлена, Наташка? Нет, я не удивлена. Признаться, вот уже год, после того, как администрация прислала ответ официальный на запрос. Я уже не удивлена. Если они выдали разрешение на строительство и освоение территории песчаных пляжей Анапы, то я не удивлена. Так. Спасибо. 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 И вот очередное место, где владельцы близлежащих санаториев, пансионатов решили, что песка здесь слишком много. И слишком мало проходов. Да. Видно, что вот прямо сквозь разрушили дюну, проехались по ней прямо вот сквозь, чтобы сделать удобным проход к морю. Проход, проезд. Да. Вот. Это была цельная дюна, получается. Дюна, которая защищала пляж от выметания песка. Да. Теперь получается, что вот еще один, еще одна прореха, так скажем. Да, еще одна прореха. В этой цельной структуре. Вот обратите внимание, видите, деревья, вот это все не зря, это все не просто так было сделано. Это было частью укрепительных работ, чтобы дюн оставались на своих местах, чтобы бархан оставались на местах. А теперь, получается, новые владельцы этих земельных участков, новые арендаторы, они начинают дюны разрушать. Продолжают. Да. Продолжают. Ну, здесь начинают, а так продолжают. Ну, вот видны специфические следы от работы техники, как вот все это счищалось. И вот здесь… Тот песок, который выгребли. Да. Тот песок, который выгребли, он такое небольшое возвышение создал. То есть, вот смотрите, сколько песка было, столько и осталось. И казалось бы, ну чего, какие проблемы-то? А именно-то смысл в том, чтобы это был не просто песок, а горы песка чтобы были, чтобы это была защита между морем и сушей. Еще в советские времена экологи выяснили то, что если возле моря никаких построек нет, то в принципе все нормально. Ветра сначала естественным своим потоком задувают часть песка в море, потом в море часть песка выносят штормом обратно на берег, на пляж, и как бы все в порядке. Но когда возле моря, возле пляжа начинают появляться строения, то циркуляция песка нарушается, и песок, который выдувается в сторону этих строений, уже не может обратно вернуться на пляж. Поэтому экологами с советских времен в 50-е, 60-е, 70-е годы провели, провелись вот такие работы, специально часть песка сформировали в огромные барханы, чтобы эти барханы защищали основную массу песка пляжей в районе Пеневского проспекта Анапы от выметания, от выдувания, чтобы площадь пляжей сохранялась. И чем больше вот таких прорег будет, чем больше будет уничтоженных дюн, тем меньше будут становиться пляжи. Еще один момент. Можно вот так посмотреть на побережье, и мы видим, что дюн ведь очень много. Уже лет десять как их разрушают, ну так, от места к месту, не прям по всему берегу одновременно. И вот около десяти лет их разрушают, а их все равно много ведь. Ну и казалось бы, ну а чего тревожиться? А чего-чего? Ну вот допустим, хозяин феи 2 сделал такое, и теперь хозяин, вот я не знаю чего, решил такое, а чем я хуже, почему мне нельзя? А теперь сосед хозяин вот этого хозяина тоже скажет, а чем я хуже, да? Мне тоже удобно, чтобы был проход прямо вот у меня из гостевого дома. И так, хозяин за хозяином, лет через десять, через двадцать, да? Возьмут все дюны. То есть это как бы получается… Сравняют. Получается, один начал, и это как бы прецедент. Да. Все. То есть если одному можно, почему другому нельзя, третьему, четвертому и так далее по всему побережью. И ничего ведь не может остановить, вот на законодательном уровне ничего, нет никакого регулирующего пункта. Да. Наше предложение такое, что нужно как-нибудь попытаться всячески, обращаясь к разным уровням власти, создать в районе Печаных пляжей Анапы, Пионерского проспекта, особо охраняемую природную территорию. Да, мы знаем, что такие предложения уже, наверное, лет восемь назад поступали, и сейчас создание особо охраняемой природной территории достаточно проблематично, потому что часть участков уже не в муниципальной собственности, в том числе участков с дюнами, насколько мне известно, многие участки в аренде и в долгосрочной аренде. И чтобы создать особо охраняемую природную территорию, это нужно что? Расторгнуть те договоры аренды, выкупить обратно участки в муниципальную, либо в федеральную собственность. Так что дюны, оказывается, у нас почти беззащитные. Да, получается, дюны стали заложниками сложившейся ситуации. Ну, а чем все это может закончиться для песчаных пляжей Анапы, мы можем вам рассказать на примере центрального пляжа. На центральном пляже, как известно, в Анапе нет дюн на центральном пляже. И, во-первых, территория центрального пляжа каждый год в межсезонье достаточно конкретно вымывается, вот особенно рядом с центральной набережной, та часть центрального пляжа. И потом каждую весну на центральный пляж уже заводится дополнительный песок. Ну, да, чтобы расширить полосу пляжа, чтобы люди помещались. Да, чтобы люди помещались, чтобы море не доходило элементарно прямо до набережной, да? Ну, прямо на это на ветшину забрались. Так что, а если уничтожить дюны, посмотрите, какая красота открывается. Вот это мы рядом с речкой, каналом, ручьем. Да, где мы шли. Как хотите, называете? Можепсин. Я думаю, если большинство дюн будет разрушены, то площадь вот этих пляжей тоже будет уменьшаться. И уже, наверное, завозного песка на все пляжи не хватит. И пляжи будут с каждым годом в Анапе становиться все уже и уже. Как вам такие перспективы? Как скоро это может наступить? Ну, так скажем, не скоро. Потому что, ну, посмотрите, какие объемы. Разрушать и разрушать еще. И вот пока что есть что сохранять. Нужно кто как может пытаться говорить об этом, писать в определенные органы. При том, что как бы мы ощущаем это бессилие. Вот я лично ощущаю это бессилие. Я понимаю, что вот я лично ничего не могу сделать с этим. Никак я не могу это остановить. Никак я не могу приблизить вот этот момент защиты. Нужно придать эту ситуацию с анапскими дюнами как можно больше огласки. Может быть, тогда какое-нибудь решение найдется. Температура воздуха сегодня в Анапе в четвертом часу дня. Уже достаточно прямо-таки весеннее и составляет около плюс 13 градусов. Друзья, прошу поддержать это видео в защиту анапских песчаных дюн лайком. Написать комментарий. И особенно будет ценно ваша помощь, если вы сделаете репост это видео в ваших социальных сетях. Опубликуете это видео на форумах различных. Еще где-нибудь, где со счете уместным и нужным, чтобы поддержать анапские песчаные дюны. Мы реально не знаем, что конкретно может помочь остановить разрушение анапских дюн. Остановить уничтожение анапских дюн. Поэтому нужно пробовать разные способы. Пытаться придать это дело как можно больше огласки. Поэтому просим вас всех о содействии в этом вопросе. И о поддержке. С вами были Максим и Наталья. Пока что еще с анапских песчаных дюн. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok